Добрый вечер, уважаемые земляки! Благодаря мужеству и героизму наших солдат, оперативная обстановка на нашем направлении остается, хотя и напряженной, но стабильной. Ситуация в Кривом Роге и Кривородском районе полностью контролируется ВСУ и военной администрацией. Враг продолжает обстрелы по всей линии соприкосновения. Снова были обстрелены территории Зеленодольской и Апостоловской хромат. Слава Богу, там никто не пострадал. Но, к сожалению, получены данные об очередном варварском обстреле оккупантами мирной колонны с людьми в районе села Давыдов-Брод в Херсонской области. Орки били с градов, как минимум трое людей погибли, еще шестеро получили ранения, в том числе крайне тяжелые. Врачи борются за жизнью в наших больницах. Прокуратурой открыто дело по факту нарушения законов войны, объединенных с умышленным убийством. Продолжается разминирование. Сегодня обезврежены еще 14 ракет от ураганов на территории Апостоловской громады. Это варварское оружие. Каждая такая ракета содержит по 30 запрещенных кассетных боеприпасов. Ведется, она не останавливалась ни на один день, работа по строительству и креплению всех линий обороны города. В самом Кривом Роге ситуация сохраняется стабильной, обеспечена работа всех коммунальных служб, медицинских и социальных учреждений. Обращаю ваше внимание, что с завтрашнего дня освещение города будет отключаться не с 23.00, как сегодня, и ранее, а с 22.00, с начала действия комендантского часа. Будьте внимательны и соблюдайте комендантский час. Безусловно, война вносит коррективы в нашу жизнь, но все вместе мы выстоим и обязательно победим. Сохраняем выдержку, спокойствие, верим в наши вооруженные силы. Скучной вам ночи, дорогие земляки! Слава Кривбасу и слава Украине!